Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спорт Информ» и я, ее ведущий, Сергей Мисурагин. В минувшую субботу весь северный регион встал на лыжи. На Воробьевых горах в городке на лыжероллерной трассе прошел традиционный зимний культурно-спортивный праздник «Витебская лыжня-2018». Сотни жителей области вышли на старт гонок, приняли участие в играх, конкурсах и соревнованиях, а еще угощались разнообразными сладостями, пели и танцевали под аккомпанемент белорусских музыкантов. Самые яркие моменты праздника в нашей сегодняшней программе. Лыжероллерная трасса на Воробьевых горах в городке встретила участников Витебской лыжни по-настоящему морозной погодой и ярким солнцем, которого так не хватало нынешней зимой. При поднятом настроении с лыжами и санками люди направлялись к главной площадке зимнего праздника, где уже вовсю шли приготовления к началу лыжной гоны. «Витебская земля, она все-таки более северная губерния, и здесь зимние виды спорта должны больше развиваться, чем Брест, Гомель». Сегодня собрались районы, администрации, город поучаствовать не столько, может быть, в победе, сколько в спортивном и хорошем празднике. Прекрасная погода, немножко морозно, но солнце и прекрасно. Не меньше приятных сюрпризов приготовили организаторы и во время торжественного открытия праздника. Воины-десантники 103-й воздушно-десантной бригады показали рукопашный бой, где надо универсально владеть приемами с огнестрельным оружием. Участников соревнований поприветствовали и юные олимпийцы. Они пожелали всем быть здоровыми, сильными, ловкими, побеждать на лыжня и дружить за ее пределами. Также хорошее настроение создавали снежные сказочные персонажи и многочисленные подворья, где угощения и сладости расходились на ура, под звуки гармошек и задорные частушки. Драники городокские, белорусские, вкусные. Кому уши-то с пылу жару, подходи, нальем. Уши-то ловили в городокском районе, самая вкусная рыба, самая вкусная уха. Кладочка, кладочка, ты да поможи, нам одна сяжиночка и пожить и прости. Обязательно нужны такие праздники, хоть и холодно, но мы согреваемся, танцуем, поем. Тем временем участники соревнований уже вовсю рвались в бой. Команды всех районов области зимой зря времени не теряли. Активно тренировались, чтобы бросить вызов команде Витебского обл. исполкома. Но победители Минской лыжни остались верными себе. Никто не смог опередить команду обл. исполкома во главе с губернатором области Николаем Шерстневым. Впервые Витебская область действительно заняла первое место среди всех областей. Это уже клады вот той нашей работы, пропаганды. Ведь я всегда говорю, мы делаем это все не для галочки, для дела. И люди это видят, и результаты налицо. Но я хочу с уверенностью сказать, это начало, но это далеко не конец. Действительно будем развивать спорт, потому что моё личное твёрдое убеждение победителю в спорте. В целом спорт – это значит сильный характер. Формируем у спортсмена, который завтра, послезавтра будет руководителем предприятия. Будет сильным специалистом. И для этого тоже мы занимаемся спортом. Поэтому Шерстспорт к победам не только в спорте, но и на трудовом попроще. Всегда спортсмен выкладывается на все сто, независимо от какого уровня соревнования. И даже если ты не на соревнованиях, а просто определил для себя где-то пробежать, выложиться, спортсмен может это делать. А здесь тоже важно показать всё то, на что ты способен. Ведь заканчивается сезон уже зимний. Тем более мы бежим в сборной Витебского волосполкома. И мы уже работаем. Конечно, с нами равных нет, уже тягаться. Это, кстати, огорчает, что нет замены нам. Но, по крайней мере, мы соревнуемся сами с собой по времени. Мы знаем в своё время команды в Минске, в Витебске в прошлом году. Посмотрим, как сработали в этом году. Михаил Игоревич, если на Минскую лыжню вы ехали однозначно побеждать, ждали ли вы медаль с Олимпиадой? Или неожиданно всё-таки? Знаете, сейчас мы все герои говорили, что мы предвидели, мы знали, мы были уверены. Мы хотели, чтобы была медаль. Искренне в душе, в душе мы рассчитывали, что в биатлоне получится медаль. Уж где? В ассофете, конечно, меньше всего мы ожидали. Но биатлон там всесильные. Разница в секундах каких-то. Но как раз в биатлоне везение, случайность, удача. Если здесь бежит сильный, кто сильнее, тот прибежал быстрее. В биатлоне мы видели, как здорово мешал ветер, пурга. И вот здесь, конечно, наши девочки проявили характер. Они выстояли, они отбросили назад самых масситых соперников. Итальянцев, немок, французов. И стали лучшими. Это наш белорусский характер. Благодаря во многом этому мы победили. В субботу были организованы десятки лыжных забегов. И в каждом борьба шла до последних метров дистанции. Невзирая на должности, звания и регалии, каждый участник лыжни стремился на своем максимуме проехать дистанцию и помочь команде подняться на пьедестал. У нас лыжной секции нет, но трассы сделаны. И вот что интересно, сейчас эта зима позволяет, в принципе, по погодным условиям. Очень много катается взрослых именно семей. И с детьми там у нас урочи Шабарок, вот такое интересное место. А у лесу своя аура, воздух, горка детская. Ну, в принципе, вот так приезжайте. Убейтесь сами. Как вообще у вас? Готовились, конечно. Ну, уже грех было на своей трассе не готовиться, поэтому, конечно, команда готовилась. Но еще неизвестно, может быть, мы еще и первые будем, потому что глубоко мне бежал председатель полкома. То есть минута штрафа у них. Мы вроде опередили их на 15 секунд. Поэтому сейчас вот следующий забег, наверное, будет решающим, кто будет первый среди районов. Ну, вообще, конечно, приятный праздник. Немножко морозно сегодня, конечно, но я думаю, настроение у тебя праздничное, спортивное, ну и победить сильнейший. Для людей, думаю, создали условия для того, чтобы они отдохнули, приехали, побыли на нашем празднике. Каждый год праздник наш, наверное, все расширяется и расширяется. Поэтому приятно, когда действительно люди наши все больше занимаются спортом, становятся на лыжи. Петр Юрьевич, а как вы со своим спортивным хозяйством справляетесь? Все ли загружено, что-нибудь новое приобретаете, совершенствуете ли? Ну, вы же знаете, бассейн у нас открылся перед Новым годом. Сор, центр Олимпийского резерва. Как бы сейчас у нас идут соревнования, почти каждую неделю проходят соревнования. Гостиница у нас забита, как бы спросом пользуются, спортсмены живут. В этом плане, наверное, действительно, та база, которая создана на Городовском районе, на сегодняшний день она позволяет нашим детям заниматься тем видом спорта, которым не желают. У нас есть и бассейн, есть и трасса прекрасная, есть и скалодром, есть много социальных комплексов, это спортзалы и все остальное. Поэтому в городке созданы все условия для того, чтобы дети действительно занимались спортом. Команде сказать большое спасибо, когда команда, тогда и результат. Если по одному мастера бежали, там и то, ничего не было. У нас была команда, поэтому выделять никого не буду, никого не буду. Тактику тоже, чтобы соперники, ну, не знали потом, на следующий год же тоже надо будет выступать. Поэтому команда была как вот кулак, и мы всех сделали. Не менее зрелищное и захватывающее действие развернулось и на импровизированных спортивных площадках. Ледяные горки облюбовала детвора, а рядом шли соревнования по шахматам, поднятиям гири, футболу на снегу. Не обошлось и без любимого развлечения, перетягивания каната, веселых частушек и выступлений юных витебских дарований. Одним словом, проигравших на этом зимнем спортивном празднике не было. Каждый нашел дело по душе, а домой забрал не только заряд бодрости и отличное настроение, а и добытые в честной борьбе призы и подарки. Какие вот объекты такие у нас в Витебсково в 2018 году ждать, которые доведете Дубай, рекомендуируете, откроете? Ну, буквально на вскидку. В этом году завершим. Алиозно физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Мы его ведем. В этом году физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Верхнедвинске введем. В этом году зал для занятий батутом. Мы его начали строить, но осенью мы его ведем. Это будет прекраснейший объект для всех желающих, кто занимается батутом. От разного возрастного уровня, заканчивая подготовкой элитных мастеров. Вот это основные три, наверное, ключевых объекта. Кроме этого, конечно, в каждом районе будут строиться спортивные площадки, уличные тренажеры. Ту работу, которую мы начали проводить, мы ее будем дальше проводить. Обустраивать будем залы в школах, в училищах профессионально-техническое образование, в вузах, футбольные стадионы. То есть работы очень много. Мы для этого, по большому счету, деньги не жалеем, но тоже во время их понапрасну не тратим. Мы все это находим именно с экономии средств по разным статьям, где раньше просто транжировали. А теперь мы их видим, где взять, откуда сэкономить и централизованно вложить в объекты. У нас это получается. И на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Зима еще не хочет уступать свои права, а поэтому любители активного отдыха ждут прогулки на лыжах, катания на коньках и санках. Не упустите момент. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok